Он правильно показывает? Так не должно быть. Вы все увидели, какой трудный был запуск. Обычно так это не происходит. Открываем клапанную крышку и видим здесь вот такую картину. У нас платье новости. Масло и вода. Может мотор заклинило? А мотору походим. Итак, мой ход мысли. У нас под сброс дымил мотор. У нас была теория, что это вопрос в подаче масла. Дима поставил вчера рестриктор и говорит, за день налила очень много воды в картер. И видели, мы показывали в предыдущей серии, как парит из-за вентиляции картера. Видно, он такой густоватый белый дым. Ну короче, он не как обычный, как будто его как-то много. В общем, я думаю, что это испарялась вода. Возможно, она там подпирала турбину, туда-сюда. Вопрос в чем? Воды налила больше, когда Дима поставил рестриктор на турбину. И, возможно, давление масла уже не могло так сильно противодействовать в турбине давлению охлаждающей жидкости. И охлаждающая жидкость начала все больше и больше просачиваться в масло. Короче, на сливе в турбину трещина. И охлаждающая жидкость через трещину попадает в канал слива масла. Теория такая. Я подъезжаю к Диме. У меня что-то как-то припало настроение и боевой дух. Думаю, что у него так же. Но я все-таки задаю ему вопросы. Как, что, к чему и к чему он пришел. Возможно, вы сейчас увидите не такого радостного Диму, как обычно. Хотя прошло уже пару часов. Я думаю, он уже его отпустил. И он уже не так унывает. Так, что, какой вопрос был по стартеру еще? Никакого. Наверное, плюс на втягивающем, может, слава какой-то или что. Ты ее разобрал, собрал? Ничего, просто клей мы отжал, прижал, прикрутил, назад работает. Так, теперь давай как-то оптимистично, чтобы все-таки... Но Дима не унывает. Приятного видеть. И давай такой. Сейчас мы поедем, возьмем двухметровый ГБЦ. И развалится. И потом проверенные вкладыши у нас. О, смотри какая. О, а запах-то какой, да. Вообще прекрасно. Вкуснятина. Пахнет, я не знаю, слезами твоими? Да, слезами. Не, наверное, нормально. Что нормально? Ну, вот пойдет. Проще поставить в голову и постричь, что будет, чем сейчас разбираться и заниматься ерундой, да? Весь мотор в воде. Но там трещина капитальная, да? Да. Все это из-за того, что я херней обнимался. Ну, есть вот. У нас какая-то критичная. А у вас что там за пух? Что это? Это вкладыш, наверное. Ага. Да? Ну. До свидания, шалалала. Бл***ь. Это еще печальнее. Ну ладно, можно дернуть шатунные, коренные, и у них обычно все хорошо с ними. Торби не пи***ть получается. Так, значит, что сделать, интересно? Кинуть это все дело и забыть про это. А херу знает, может ничего не делать. Надо подумать. Да нет, как минимум в шатунные нужно глянуть вкладыш. Ну, ты колено, по крайней мере, можешь спасти. Так, друзья, пока Дима будет думать, пройдет пару дней, я к нему вернусь и покажу вам, к чему мы здесь пришли. Трещина оказалась в ГБЦ, она гнала у нас воду в масло. И в масле была эмульсия. Значит, ГБЦ мы проверили треснутое. А как она гнала? ГБЦ у нас есть. Трещина была наружу? Вовнутри была, в клапанную крышку. Ну, в клапанную крышку. В смысле, не в канал масляный, а в клапанную крышку. И просто вода стекала вниз. Значит, ГБЦ нам подогнали бесплатно. Спасибо большое нашим подписчикам. ГБЦ у нас есть бесплатно. Вкладыши шатунные у нас в хорошем состоянии. А чего? Фильтр разобрал, мне не понравилось, какие-то там есть вкрапления. Шатунные у нас в хорошем состоянии, мы сняли поддон. Коренные мы будем менять. Коренные у нас вот такие. Почему-то шатунные вообще, можно сказать, идеальные. А вот коренные почему-то у нас не очень. Может, когда на холодную запускалась, может, там вода была на дне. Может, за ночь примерзла. Она может на воде чик заморачивалась. Ну, короче, ладно, что мы сделаем. Значит, шатунные мы оставляем, они хорошие. Коренные вкладыши мы меняем. Новую прокладку, ГБЦ, ставим, собираем. Будем дальше гасить. Я думаю, пару дней сейчас разберемся. Но замена коренных вкладышей не подразумевает разборку мотора. Без снятия коленвала, Дима попытается их поменять. Чуть приопустит коленвал. Подрамник мы опустили. Мотор подняли. Доступ у нас там хороший есть. В мусор. Этот вкладыш мы берем. Готово. Почти как в операционную собирали мотор, а сейчас все превратилось опять в вот эти вот наколенные войны. Но интересно, у нас почему-то нагара вот очень много. Черные прям. Был у нас хон идеальный. Поршни в нагаре. И это все в нагаре. На самом деле Дима менял втулки и сломал, правильно? Ну да, скорее всего. Менял я втулки, значит. Было износ в двух втулки, очень сильно болтались клапаны. Это именно на тех, кто на том клапане свистит, да? Ну еще точно я не знаю, я не разбирал, но скорее всего да. Втулки я заменил. И видимо где-то микротрещинки образовались. И все. Мотор прогрелся, остыл, прогрелся, остыл. Трещина увеличилась. И все. Зато можно сказать какой-то вывод? Вывод. Не занимайтесь хуйкой. Сидите дома на диване, смотрите телевизоры. Зато это самый главный вывод вообще, который можно сделать из всей этой истории. Короче, это неизбежная фигня. Во-первых, запчастям уже по 30 лет уже. Тоже такое себе. То есть все изношенное. Втулки изношенные, ГБЦ. Они сами по себе часто трескаются у нас. Кто ничего не делает, тот никогда не ошибается. Так, ладно. Нет времени нам, значит, разводить демагогию. Лезем в яму и крутим. А вообще все эти железяки в гараже, это чисто эмоциональные качели. Вот помните, как в юношестве, когда у вас там была первая любовь, туда-сюда какие-то чувства. Ты вырастаешь, у тебя все стабилизируется. И потом ты покупаешь BMW. И начинается. Собрал. Фу, я завел, поехали. Поломалось. Поломалось. Все, я ее продаю. Да ну его нафиг. Вот стоишь в грустишках Дима. Потом собрал опять, надул. О-о-о-о, поехали. И оно вот так вот постоянно. Сука, погнали работать. Нет времени. Все по рабочим местам. Стоять! Так, масло проверили, волну проверили. В этот раз все четко у нас. Все на месте. В прошлый раз. Нет, в прошлый раз, видишь, были вопросы. Так, мотор мы собрали, заменили ГБЦ, заменили вкладыши. ГБЦ нам добрые люди подогнали бесплатно, вкладыши у меня были в наличии. Обкаточку мы какую-то проехали, километров, наверное, 200 я проехал. Покрутил, вроде все хорошо. Вода на месте, масло чистое. Откуда вот эти белесые пятна? Для мойки двигателя. А-а. Так, ну что, наступает решающий момент. Наша задача на сегодня, это первое, не сломаться. И второе, загрузить форсунки на 90%. Сделаем им еще чуть-чуть запасик. Форсунки у нас распил. Фиат Лянча, 2 литра Атма, 540 кубиков. По расчетам это около 500 сил. Вот 90% загрузка форсунок. Было бы идеально. Это 1,6 бар надува будет на этой турбине. Если у нас сегодня, сейчас все сразу получится, то это будет шикарно. Если нет, то мы растянемся. Но не получится. Поломается полуось, кардан. Мы будем снова собирать. Мы растянем серию еще до осени. Да. Ну, будем считать, что должно быть все нормально. Значит, масло есть, вода есть. Углы отстроили. Погнали. Поехали. В итоге, что мы сейчас делаем? Выезжаем, нажимаем на третий газпол. Я смотрю, чтобы у нас не было детонации. Если будет детонация, скажу, стоп. Если не будет детонации, мы доедем до конца. Останавливаемся, смотрим блок. Какой у нас на турб, куда попадает, смесь не попадает. Из-за этого делаем коррекции. И дальше поднимаем на турб. Поехали. Поехали. Попробуем. Чистый прогон. Ну, понятно, у нас улов сожигания нет. Сейчас остановимся, посмотрим блок. Что там, чего было. Так, смотрим. Ну, не плохо. 4500, 010, хорошо дуется. Форсунки сейчас у нас загружены на 65%. Сколько? 65%? 300 сил. С чем? Ну. Все. Значит, возвращаем соленоид. И едем дальше. Мы подключили соленоид наддува. Соленоид наддува, за что у нас отвечает? Мы электронно при помощи блока управления можем управлять наддувом. То есть, у нас с турбины давление идет на вестгейт. Вестгейт у нас открывается и закрывается, тем самым регулируя давление турбины. И в разрез вот этого шланга от турбины к вестгейту мы ставим соленоид наддува. И соленоид наддува он может уменьшать, либо увеличивать свое сечение. На самом большом сечении это у нас будет минимальный наддув. На закрытом это будет максимальный. И вот регулируя это сечение, мы сейчас будем выставлять наддув. По ощущениям, наши форсунки должны закончиться где-то около 1,8 бар. Но на 1,6-1,7, наверное, будет 90% загрузка. Находим давление, потом находим угол зажигания, ориентируясь на детонацию и делаем замер. А про все тонкости настройки этого двигателя я записал отдельное видео, которое доступно по подписке на Boosty. Ссылка на него в описании. Также вы получите доступ ко всем обучающим видео по настройке блока управления в январь 5.1. Дима, ты переживаешь? А, нет, нормально. Поехали. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если вы познали, что это такое, что мы делаем, но пути было страшно. Так, было 1,45. Давай до 1,6. То, что в салоне дым был, это нормально? Колеса буксовые, снова, вперед. Да. Но пока что все нормально. Загрузка форсунок у нас составляет 85%. Я думаю, можно на этом остановиться. Мы находим угол, замеряемся, выезжаем из семьи и люди. А сейчас на 0,5 уже 1,7 накачивает. Хотя до этого все было ровно. Вообще четко было. 1,6, 1,6, 1,6, 1,6. Поэтому, что у нас случилось? Все посмотрим. Пошли смотреть. Так, друзья, в принципе, все идет хорошо, но немножко не по плану. У нас что-то опять с наддувом. Соленоид мы закрыли на 50%, у нас был на 55%. У нас был наддув 1,6. Потом что-то мы туда-сюда покрутились, подняли течку там по бусту. А сейчас на 50% соленоида закрытия у нас наддув 1,75 и передувает дальше. Пока что непонятно, что это. Может, где-то шланг взбал. Может, что-то еще. Пойдем сейчас разбираться. Шаги. 1,3 еще отбыл. Короче, ну, это с гейтом, как-то косяк, поехали, разберем. Мы уже на базе. Я считаю, что, в принципе, шло все по плану. Как и ожидалось, гейт нам преподнес сюрприз. Но у нас получилось надуть 1,6 бар. Хоть мы упирались немножко в отечку по бусту, даже 1,75 она надувала. И ничего не отъехало. Ни фаносные поршни, ни паранитовая прокладка. Вентиляция не дымит, патрубки не надут, и все четко. Сейчас мы снимаем гейт, смотрим, что с ним произошло. И, возможно, ему нужно сделать повторную профилактику. Потому что то, что мы там катались без наддува, это все ерунда. Вот сейчас мы по-зрослому надули. Сейчас будем снимать, смотреть, что с ним. И мы дули еще без углов. Мы откатили углы зажигания хорошо назад, чтобы детон не упереться. Там даже пару раз проскатил детон на очень низких углах, на 4-5 тысячах. Нам пришло понимание, что эта конфигурация не способна хавать большой наддув. Не знаю из-за чего. То ли из-за головки блока двухлитровой. То ли из-за того, что степень там высокая. Демогрит там как минимум 8,8. Возможно, даже больше. Поэтому оптимальный наддув для этой машины. По ощущениям, типа моим субъективным, это 1,4-1,5. Но мы надуем сюда 1,6. Посмотрим, что из этого будет. Следующий мотор мы будем собирать уже со степенью ближе к восьмерке. Проверяем фильтр на отсутствие воробьев. Воробьев нет. Уже соляной-то дело. Сальник растет все будет. Может, мы вообще достанем на вкус? Лайфхак. Если у вас клинит гейт, берем его наждачкой, в циски зажимаем, в циски дрель. И полируем чайку. Никогда так не делайте. Под свою ответственность. Но он мне уже нравится. А вот это сальник, который стоял внутри гейта и обеспечивал герметичность между камерой надувной и между полостью, где у нас находятся выхлопные газы. Как видите, ему очень поплохело. Думаю, что просто неправильно подобран материал его изготовления. Он просто сгорел. Видите? Такими пузырями пошел. Как обычно себя ведет пластиковые изделия, когда нагреваются. Ну и, в принципе, мы отверточкой его легко достали. Весь он намазан внутри по втулке. Сейчас мы будем чистить еще эту втулку направляющую. От сальника избавимся. Думаю, что сильно от этого мы не пострадаем. После чистки втулки клапан стал ходить как молодой. И даже... Не особо так уже есть и потери. Потери у нас, смотрите, вот так у нас все устроено. Там мембрана туда-сюда. В эту камеру у нас, получается, подается надув, который мембрана тянет, и клапан поднимается вверх. Поднимается вверх, а здесь у нас коллектор. Коллекторы выхлопные газы. Так вот, сальник обеспечивает герметичность между вот этой вот камерой, в которой подается надув, и выходом на улицу, то есть после вестгейта. Клапан у нас открывается, и избыток выходит у нас через эту камеру. И вот сальник типа должен был обеспечивать герметичность, но на самом деле даже без сальника есть небольшой свитч, и то на таком объеме воздуха, который создает турбина, это потери, я считаю, что минимальные, и все должно работать. Сейчас будем ставить и тестить. Кирилл. Да. Сейчас бахнем шелухи, поедем дальше настраивать. Да. Исправили все, что нужно было? Ничего не знаем. Поедем узнавать. Ну, наверное, да. В идеале, конечно, есть какой-то стенд. Ой. Загоняешь соседний бокс и все смотришь. А не едешь полчаса до места, где можно хоть газ нажать. У Женинска никаких особо не сметан. Поздно надо было. Смесь везде попала. Сейчас попробую шланг напрямую подсоединить. Ну, по ощущениям, как будто куда-то стравливается воздух, который идет в камеру в гейте. Вопрос только куда? Нам нужно пробовать снять гейт. Ну, давай напрямую попробуем. Ну, то есть у нас в обход соленоида. Мы попробуем поставить, но я думаю, что это вообще еще не изменит. Но для успокоения Диминой души можем это сделать. У нас все равно плавает наддув. Мы сейчас спустили шланг напрямую с турбины в Вестгейт, чтобы обойти соленоид наддува и исключить вероятность того, что он неисправен. Она не едет. Да? Ну, объективно. Тогда мы подавали 0,2 всего лишь, и она прям сильно ехала и передувала. Скорее всего, значит, соленоиду. Пи***ц. Хорошо, шпион. Короче, наддусь у нас не получилось 1,6 бар. Мы пришли к выводу, что с большей долей вероятности у нас умер соленоид наддува. Мы напрямую пустили шланг с турбины на Вестгейт. У нас 1 бар наддува. И потом мы сделаем замер 100-200. Правильно? Хотя бы посмотреть примерно, куда, к чему мы пришли. В теории на Мари, я думаю, 8 долларов. На Мари 8? Ну, я думаю, так. Ну, да, ну, из 8 долларов. А после замера 100-200 мы будем делать замер 0-100 с одним пассажиром в салоне. Ставки, ставки, ставки. 5,2. 5,6. 5,6. 5,2. Поехали. Первая попытка была неудачная. Плохой старт, плохое переключение. Попытка номер 2. Так. Давай. Хорошо, хорошо. Отлично. Отлично. До конца. Роу. 5,21. Специалист чувствует, да? Можно сходить. Давай. Попытка номер 2. Попытка номер 2. 5,2. Ну, у нас был 5,2. Итак, представляю вам версию номер 2. BMW E36 Compact M50 Turbo. Напомню, что первая версия была пенс, вариант, когда статусный великовозрастный мужчина собрал себе M50 Turbo и дует 0,4, чтобы доездить до скончания своих дней. Сейчас у нас появились деньги на то, чтобы заменить крыло, которое погрызли бобры. Купили сюда стильные диски. Заменили резину на летнюю и надули один бар. Это, можно сказать, студенческий вариант, да? Такой, лайк. Да. Студенческий вариант. Ребята там собрали в гараже, настроили. В принципе, бар не должно ничего отхлебнуть. И что у нас получается? 0,100. 5,2. Это просто мы вот закончили настройку, диме на работу, мне спать. Просто проехали 5,2. Можно было затрочиться с лаунчем, можно было поставить резину, которая где-нибудь приехала, но еще не установлена. Можно было сдуть колеса, можно было вытянуть меня из салона. Опять же, редуктор поменять. И она поехала там свои 4,8 каких-нибудь. Можно конкурировать со всякими Golf R'ами. А в дисциплине 100-200. К сожалению, у нас передатка вообще никак не попадает. Четвертая, третья еще нормальная, четвертая вообще никак. 5,500 у нас 200 км в час, но это прям никуда, когда у нее максимальная мощность 5,800. У нас получился замер 10 секунд, 100-200. Хотя с такой мощностью она должна ехать типа средний, низкий 8. 150 мы неплохо проехали. 150 за счет хорошей передатки. Получается, пока что на этом остановились. Меняем соленоид на дуло. Идуем дальше. Мы уже видим, что она способна держать 1,6. И на 1,6 меня прям гораздо сильнее прижимают. Потому что на баре, как сказал Дима, ты нажимаешь и ждешь, когда закончится этот спидометр. А на 1,5 ты тебя прижал, и ты такой... И все, и ты замеры уже сделал. Ну, существенно. Приятнее. Я выжимаю, ты жмешь. А на баре ты едешь и смотришь, как застрелка. Когда там будет отсечь. Ну, в принципе, что мы? Мы тут, взгляд, в 6,5. План выполнен почти. Прокладку у нас не выдала. Больше не сломались. Машина, карданы, редукторы, ничего не поломалось. Дури мы 1,6, 1,7. Пускай не совсем грамотно, но на 2,5. В принципе, мы справились. Сегодняшняя задача. Да. Подвел нас соленоид, конечно. Если бы мы купили его в магазине... Но это еще не то. Поработаем над редуктором, заменим соленоид и дуем дальше. На размышления Диме понадобилось ровно 1 ночь и 1 утро. Настал новый день, и мы в гараже меняем редуктор. Сейчас мы устанавливаем передатку 3,6. Это редуктор от 34-й BMW. Была у нас передатка 3,2. И мы постараемся на конфиге в бар, который мы настроили вчера, проехать еще раз 100-200 и показать вам разницу. Нам самим, в принципе, интересно, насколько влияет редуктор на динамику автомобиля. И вот наше хваленое крепление редуктора. Смотри-ка, как красиво смотрятся они у нас. Обзор, конструкция проехала на 500 километров. Ну да, настройку. Что, мы что-то дули, там 1,6 бар, не развалилось. Крепится не как у нас крепится. А, вот так вот у нас крепится. И здесь у нас швеллером прямо к балке. А как, кстати, по жесткости отзыв, Дима? Блин, по жесткости я не ездил на стоковых. Наверное, плохо. Ну, надежно, как бы не оторвалось. А если бы компакт была женщиной, как бы ты ее описал? Просто монстра какой-то. Такая, типа, знаешь, училка лет 65. Стрелки такие раскосые. Мини-юбка. И такие колготы, такие, знаешь, колготы такие в сетку. Ну, типа такая какая-то. Нормально. Такая, знаешь, она страшная, но если подзатыльник отдаст, голова третит. Да уж. Ну, спирта нету, ёпка. Спирта нету. Ну. Ещем напоить старуху. Ну. Чтобы дало джазу. Ну. Со шкодами можно было ехать, вот. А смысл этот мотор спиртить? Ничего не даст? Не, да. Ну, не хочется отжаривать его. Нам же еще его нужно продать, чтобы были бабки на кармане. И собрать вот то, что мы обещали нашим подписчикам. Мотор на 800 лошадиных сил. Это похоже на партнерские роды. Давай. Кто там? Мальчик, девочка? Пацан. Мощник. Парень. Ну, я думаю, аквапласт бы ему не помешал. У меня он вот так шикарно выглядит. На 2,5 у нас стоит редуктор 3,15. Ну, такой редуктор нормальный, но, можно сказать, длинноватый. На 2,8 у нас стоит вообще 2,93. Вторая, наверное, где-то у нас 110 по спидометру. Но в идеале вот на 2,5, на 3,6 и на 2,8 3,23. Нам нужно сделать так, чтобы у нас третья передача была 150-160, четвертая где-то 210. Это для лучшей динамики и показателей 120. Да, чтобы 120 хорошую цифру показать. А у нас получается... Коробки были мощные у нас какие? Гитрак 260 старый, которые очень длинные. На эти Гитрак редуктор нам нужен 3,64, 3,9, потому что там передача длинная, чтобы ехать вот 150-200. А если крепкая коробка еще ЗФ у нас 310-320, на все 2,8 моторы наставилась, то там редуктор хороший 3,15 у нас будет. На Гитрак мы ставим редуктор 3,6, на ЗФ мы ставим редуктор 3,15. 3,15, 3,23 будет пушка. Я вот говорю, что в городе вообще не прикольно на этом ездить. И ты ездишь как пенсионер. В чем вообще смысл собирать такую быструю тачку? Нет, ну в городе, во-первых, небезопасно на такой быструю тачку. Да. Машина до 200. В смысле в чем? Да нет, ну ты же для себя собираешь. Выехать на гоночке с парнями, с какими-то... Какие-то соревнования может быть. Ага. Чисто такое. В городе на такой машине 300 сил это больше не нужно. Ты типа покажешь свои инженерные способности? То, что ты знаешь, что с чем, и типа вот я такой... Можно на рыбалку поехать? Друзья, напишите в комментариях, для чего лично вам, например, мощный и быстрый автомобиль. Как вы его используете, как вы его чувствуете, зачем вы его себе приобретаете, либо строите. Оцениваем состояние. Ух, сколько масла у нас здесь, видишь? Ох, можно... Оно светлое, посмотри. Светлое, да. Можем перелить еще обратно. Ну вообще так и будет. Нам нужна емкость. Я пошутил, но да. Перелить? Как вы пошутил? Варианты есть. Я вижу, как стружка плывет. Я сейчас умру. Это запах мощности. Смотри, какое масло светлое. Так. Да не надо, возьми просто пообезжирь вот эту всю херню. Ну, башварится называется, загорится. Не загорится. Ну, в смысле не загорится? Ты представь, там бензин будет. Давай попробуем. Ты мне со сверлом не верил. С одной стороны, а потом со второй типа, ну... Да не, там чисто бензин будет, он вспыхнет. В моем понимании, на жирное варить нельзя. Нельзя, конечно. Оно не будет провариваться, оно будет гореть. Поэтому нам нужно это все обезжирить. В идеале, конечно, каким-нибудь очистителем тормозов, который сухой. То есть, выльете, он сразу высыхает. Ну, у Димы есть бензин, который он заправил в этот баллон по лайфхаку с предыдущих видео. Так, значит, пластинку. Что сюда нужно варить? Зачем в нашем случае мы завариваем редуктор? Понятно, что дрифтеры заваривают для того, чтобы ездить боком. Мы завариваем для того, чтобы у нас было большее сцепление на задней оси. Чтобы у нас одно колесо не проворачивалось. Даже на скорости 100 плюс машина может буксовать. Это первый момент. И второй момент. У нас идет равномерное распределение крутящего момента на две полуоси. То есть, если редуктор у нас заварен, момент распределяется ровно. Если редуктор не заварен, момент может пойти на одну полуось, где на колесо, которое имеет больший зацеп, и эту полуось легко обломает. Поэтому, заваривая редуктор, мы уменьшаем шанс облома наших полуосей. Как заваривается редуктор? Что для этого делается? Вот смотрите. Там у нас внутри стоит шестерня. То есть, это вход у нас идет с кардана. И эта шестерня вращает нашу главную пару. А наша главная пара вращает уже полуоси. Через вот эти вот сателлиты полуоси могут вращаться, вот видите, в разные стороны. То есть, независимо друг от друга, если начать их крутить в одну сторону, то у нас весь корпус вращается. Вот вперед и назад. Видите? Если они крутятся в одну сторону, то эти сателлиты между собой сейчас не крутятся. Если вращать в разные стороны, сателлиты крутятся. Поэтому мы завариваем между собой сателлиты. Раз, два, три, четыре шестерня с одной стороны. Ну и потом мы перекрутим вот так вот редуктор. И заварим их с другой стороны между собой. И тогда у нас мы зафиксируем вот это вот вращение полуосей относительно друг друга. Таким образом у нас получается заварка. Заварить можно просто между собой сателлиты, но мы, так как у нас много момента, мы варим сюда прям полноценную пластину по всей вот площади вот этого окна. И обварим ее по кругу. Значит, забрасываем вот сюда. Смотрим. Вот она у нас. И теперь хорошо обвариваем ее со всех сторон. Погнали. А какой ток предпочитаешь использовать? Максимальный. Вот такая у нас жирная штука получилась. Красота какая. Как ты оцениваешь шов от 1 до 10? Нет, ну нормально. Нам главное здесь завалить все как много жирнее, чтобы держалось. Красота нам здесь не важна. И так же поступаем со второй стороны. Да, обвариваем точно так. У нас был первый выезд на новом редукторе. Дима, как ощущения? Пушка. Сейчас поедем по 200 померяем там на баре. По ощущениям? Огонь. Что изменилось? Машина килограмм на 300 стало легче. То есть не только для атмосферы решает ведуху? Потом сядешь, проедешь, очень интересно. Такая прям... И подрыв у нее там, знаешь, вообще прямо накажется. С кем ты сегодня будешь ехать? Ну вот с Виктором погасим, наверное. N54? Да. Два бара надув, метанол, спирт. Ага. Сразу. И пиво. Виктор, воняет маслом чуть-чуть как-то. Ну, поймем, поймем. Я поймем, это нормально. Subaru? Тоже поедем, правильно? И OPC. Так, повторяем замер. Я сижу в салоне пассажиром, чтобы было все ровно, как и на предыдущем редукторе. Дима, твои ставки, сколько сейчас поедем? Ну, я не знаю, я сейчас посмотрю. Вообще, в теории мы должны ехать низкие 8. Возможно, из 8. Так. Ну, посмотрим сейчас. Ну, по редуктору сейчас посмотрим переключение. У нас тахометр, они работают спидометром. Как мы там переключимся? Тахометр у нас работает, но он от 4-х цилиндров и крутится до 15 тысяч. Стало поменьше машин на дороге, чтобы это безопаснее все организовать. Замеряем 100-200. Вот так, 8.78. Дима, о чем тебе говорят эти цепы? Ну, нормально. Начало у нас есть на одном баре, на двоем салоне. В принципе, неплохо. Сейчас попробуем, ты этим замеряешь? Да, проеду еще раз. Пока цифра отличная. Все нормально. И редуктор мы, получается, сняли больше 1 секунды. 1,2-1,25 секунды. Мы сняли сугубо из-за редуктора. Перейдя с 3,23 на 3,6. То есть редуктор вообще крепко решается. По секунду снять. Ничего не меняем, да. Итак, мы решили организовать гонку века. М50 Турбо, 1 бар наддува ГТ-35. Ниссан СХ-200, 1 GZ, G30 660, тоже 1 бар наддува. Посмотрим, что из этого получится. Раз, два, три. Вот это гонка. Круто было, дышко, да? Вообще, вот, и получается есть. Я на 4-й вот немножко-немножко-немножко... Ну, все, у меня отсечка сюда. Ну, да, кстати, ты, ну, чуть-чуть начал нас сюда. Я слышал, что ты как будто по звуку. Ну, очень рядом. Они прямо, ты выставился. И так я едем-едем, я переключился в тюжанство. Мы четвертый, да-да-да-да. Прикольно. Огонь. Понравилось? Да. Ну, видишь, не важно. Какой мотор, один бар, один бар. Ну, да, огонь. Очень равно. Типа, типа, сток GZ. Прикольно. Но я примерно ожидал, что так и будет. Потому что прям вот так вот. Здесь у нас еще один интересный аппарат. Опель Вектра С. Это С? Вектра С ОПЦ. Опель Вектра С ОПЦ. 2,8 объем. Турбина ГТ-3582. Говорят, 550 сил здесь на 1,7 бар наддуло должно быть. Но сейчас буксует сцепление, и она никуда не едет. Так, Дима проехал один, результаты. 8,4, да, у нас 100-200. В принципе, нормально. Можно было там, я не знаю, может еще брейк-буст попробовать там что-нибудь, знаешь. Выдрочиться. Да, может там 8,2. Ну, в целом отлично. Один бар наддуло у нас 8,4 мы проехали. Ну, 0,100 у нас 5,2, да. Мы проезжали. 0,100 нужна резина, переобуть резину. Короче, что имеем? На баре она едет 8,4. Это неплохо. Дальше дуем. Все, едем за соленоидом? Едем, да. Да, вступаем соленоид и поедем, мы сколько? 6,5 поедем на 1,6 бар. Так, план какой? Мы сейчас едем. Виктор отпускает вперед. Виктор это ОПЦ, который только что показал. Да, 35-ый Гарет, все бироги кованые, все. Отпускаем его вперед. Он ездит, да, да, я первый. Потом просто мы улетаем в космос от него. Ага. Сейчас посмотрим. Я сказал про 550 сил, ты расскажи про нюанс, почему мы все-таки можем от него уехать. А, да, у него 550 сил, это у него на дубе 1,5-1,7 бар. А на данный момент у него кусок сцепления и надув 1,2 бар. Ну, по мощности я не знаю, что. Ну, надув 1,2 бар. Тоже, 35-ый Гарет. 35-ый Гарет. Примерно такая же история, как и с Ниссаном. Надув одинаковый, посмотрим, что будет с одинаковым наддувом. Да. Одинаковый, что у нас, что и у Бонки. Ну, и объем, кстати, у него два и будет. Ну, в чем у него шарик? Она должна, наверное, быстро смолиться, но у нас вес, маленькая. Короче, там то и выходит. Ну, я посмотрим. Едем. Ну, догоняли, Дима. Мы поехали очень поздно, ты сказал, едем, а я догматриваюсь. А ты не слышал сигнал, он очень не... У него слабенький сигнал. Ну, вообще не слышал. Ну, опять же, кстати, с Ниссаном, вот, может быть, тоже. Да. Так, недалеко мы есть. Можно попробовать еще раз проехать. Да, но, получается, третью мы отстали, а на четвертой начинали уже догонять. Если бы не машина спереди, я думаю, мы бы погнали его дальше. В следующем видео мы исправим все косяки, дадуем 1,6 бар, заедем на стенд, заедем на весы. Я видел много подписчиков, хотели узнать, сколько же на самом деле она весит. Идет много споров. Кто говорит, она легкая, кто говорит, она ни хрена нелегкая. Короче, мы развеем все мифы, также сделаем несколько заездов с быстрыми тачками и все, вам это покажем. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.